всем добрый день сегодняшний выпуск нашего влога я хотела посвятить проблеме пигментации мы достаточно часто об этом говорим и вообще тема довольно таки популярная и очень часто спрашивают как убрать пигмент домашних условиях сразу могу оговориться что пигмент не всякий можно убрать и в домашних условиях и даже в условиях специализированного кабинета если пигмент расположен достаточно глубоко если это дермальная пигментация или это посттравматическая пигментация после глубокого повреждения кожи то не всегда даже лазерные методики справляются с этой проблемой но поверхностную пигментацию пигментацию которая возникает после воздействия ультрафиолета если кожа недостаточно защищена или у нее есть какая-то склонность к образованию этой пигментации или допустим в период беременности возникает характерная так называемая маска беременности с такой пигментацией в принципе довольно таки успешно справляются средства входовые которые можно использовать и в домашних условиях какие основные способы и правила ухода за кожей с пигментом со склонностью к образованию избыточного пигмента я бы их разделила на 4 группы то есть первая группа основная это защита кожи от солнца то есть в зависимости от уровня ультрафиолетовой инсоляции да то есть ультрафиолетового индекса который мы можем посмотреть в любом прогнозе погоды мы должны защищать кожу от солнца то есть если этот индекс не превышает цифру 2 или 3 то мы можем обходиться без спф на коже если конечно мы в этот период не делаем каких-то агрессивных процедур шлифовок пилингов и прочее если индекс находится ультрафиолетовые между четырьмя и шестью то нам желательно использовать уже солнцезащиту от там 8 10 15 после 4 это будет уже 30 и далее после 6 это будет уже 50 50 плюс то есть фактически полные санскрины кроме того что мы должны защищать от солнца кожу и своевременно обновлять например солнцезащитные средства если мы длительно находимся на солнце нам нужно повышать устойчивость кожи к ультрафиолету как это можно сделать это использовать антиоксиданты в косметике то есть искать в составе уходовых средств витамины а c и е какие-то экстракты которые обладают антиоксидантным действием как например зеленый чай планктон повышать уровень увлажненности кожи то есть это тоже очень важно потому что хорошо увлажненный эпидермис он меньше подвержен агрессивному действию солнечных лучей до ультрафиолета у нас хорошая новость в этом выпуске мы решили снова провести конкурс и разыграть вот такой вот набор из крема увлажняющего со SPF 10 который можно использовать днем и крема увлажняющего ночного с легкой текстурой который подходит под все типы кожи включая даже жирную комбинированную который можно использовать вечером то есть полный набор дневной и ночной крем дневной крем хорошо подходит как база под макияж и просто как увлажняющие питательные средства и ночной крем восстанавливает кожу как раз пока вы спите чтобы выиграть этот наборчик вам достаточно оставить комментарий под видео быть подписанным на наш канал поставить лайк этому видео и проживать в российской федерации чтобы мы могли вам собственно ваш приз доставить мы выберем победителя сообщим об этом в одном из ближайших выпусков следующий способ это уже непосредственно воздействия либо на саму пигментацию либо препятствие ее образованию то есть мы воздействуем либо на фермент тирозиназу либо на транспорт меланина меланосомых из более глубоких слоев поверхностные и таким как раз способом действуют осветляющие компоненты в косметике такие как коевая кислота арбутин отбеливающие пептиды какие-то еще более такие современные компоненты как например молекулярные компоненты аля хромобрайт и прочие экстракты самый распространенный это лакречник петрушка ну то есть солодка петрушка вот и собственно это уже идет работа с самим пигментом либо чтобы он меньше образовывался как правило отбеливающие компоненты чаще всего обладают свойствами повышать чувствительность кожи к ультурфиолету и используются в осенне-зимний период за исключением тех которые не являются фото сенсибилизирующими как например цитрусовый пектин в нашем пектиновом геле который можно использовать круглый год помимо осветления еще с пигментацией работает стимуляция обновления кожи то есть чем быстрее будет обновляться эпидермис тем быстрее уйдет свежевозникшая поверхностная пигментация таким образом нам могут помочь мягкие пилинги то есть та же самая энзимная маска которую можно для регулярного глубокого очищения кожи использовать два раза в неделю также вот новый у нас вышел всесезонный гель пилинг на миндальной молочной фируловой кислоте тоже можно его использовать уже не чаще чем раз в неделю и у него есть свои нюансы применения надо очень внимательно читать инструкции все-таки профессиональный пилинг хотя и поверхностные и который можно использовать практически всесезонно при условии естественно адекватной защиты кожи от солнца и в зависимости от состояния чувствительности плотности кожи есть различные способы его применения соответственно вот эти вот четыре варианта защита повышение устойчивости кожи и использование осветляющих и стимулирующих обновления средств как раз может помочь в домашних условиях убрать пигмент из наших средств гельтековских особое внимание я бы уделила сыворотки новый братник скин это как раз способ осветления здесь собраны практически все самые известные из большой доказательной базы эффективности компоненты осветляющие то и коевая кислота в виде пальмитата это и собственно различные другие пептид меланостатин пятница на мид то есть здесь есть достаточное количество компонентов которые работают и с осветлением кожи и в том числе еще антиэйдж функцию выполняет ее можно использовать ежевечерняя достаточно мягкая то есть она не будет вызывать шелушение раздражение то есть она не агрессивно воздействует на кожу в дневное время можно использовать например антиоксидантный крем витаматрикс который содержит витамины а c и е и который будет как раз усиливать устойчивость кожу с ультрафиолету соответственно защищать от солнца можно кожу если солнце неактивное брать например крем увлажняющий или крем для комбинированной кожи с спф-15 а уже если солнце активное то есть индекс инсоляции превышает цифру 4 тогда мы уже берем мультипротектор spf 50 плюс таким образом соответственно пигментацию мы можем осветлить убрать ее интенсивность у нас в частности например на клинических испытаниях были пациенты например с холазмой беременных после беременности уже после родов восстанавливали равномерность тона и вот сыворотка brightening skin она показала очень хорошие результаты то есть за первую неделю использование то он осветлялся достаточно чтобы уже визуально заметить отсутствие отсутствие да практически на там полтора два тона пигмент основной ярко выраженно убирался и потом постепенно уже менее интенсивно убирался пигмента до того уровня на который возможно вообще убрать то есть равномерное осветление тона за одну тире 3 недели например после отпуска до после воздействия активного солнца убирался вместо 8 10 недель например для самостоятельного осветления кожи который нужно то есть нас после отпуска загар уходит порядка там трех месяцев длиться это осветление кожи а тут фактически за месяц можно было убрать кроме того вот как раз при их луазме при мелазме когда применялся этот препарат за одну неделю осветлялась кожа и побледнели пятна достаточно ярко выражены которые были на лице за две недели соответственно тон уже осветлился более выраженно выровнялся и пятна осветлились практически были не так уже заметны и за пять шесть недель то он осветлился на два тона в среднем до по оценке субъективной и пятна уже практически были незаметны остались только самые такие которые были ярко выражены изначально по краю рост волос вот это у пациентки у нас есть как раз фото до и после пигментация соответственно если применять эту сыворотку в период инсоляции естественно с при условии защиты кожи от солнца возникает не так интенсивно при склонности к ней и бы средний такой срок видимого эффекта когда мы устраняем пигментацию уже существующую надо рассчитывать где-то на два-три месяца это как бы такой уже будет очень выраженный накопительный эффект и в течение месяца то есть полный цикл обновление кожи когда проходит 28-32 дня тогда уже можно видеть достаточно выраженное осветление как общего тона так и пигментных пятен вот собственно то что я хотела сказать по теме как убрать пигментацию дома естественно буду рада ответить на ваши вопросы в комментариях если будут какие-то пожелания замечания относительно тем новых наших видео тоже будем признательны подписывайтесь на наш канал нажимайте кнопку колокольчик что первыми увидеть наши новые выпуски и до новых встреч колокольчик